Вот и которая приводит к результату. Давайте. Проговорили, да, что надо делать. Три правила. У нас есть желание, у нас есть цель, у нас есть понимание. Все есть, мы молодцы. Три правила. Обучение. Всегда. Потому что у нас постоянно меняются методы. То есть кто заплатирует в одногласниках, то в контакте мы вдруг вокруг, то туда, то сюда. Если человек хотя бы там на месяц выпал, да, пока он не сделал результат. То есть вот вышли на директора, вам пока не надо. Вы выпадаете, отдыхаете, все. Потом решили, хочу быть золотым. Опять стригаетесь, опять в изучении, опять в сопровождении. Делали результат, все, там дальше больше не буду работать. Два директора селки не буду. Все. Но пока вы не достигли своего результата, надо делать при правиле. Обучение, организация личного товарооборота и организация рефенсировать. Да? Что такое обучение? Это и самообучение, и посещение онлайн. То есть можно, конечно, смотреть записи, но вы понимаете, что запись и личное общение – это совсем другое дело. Вы сейчас можете вопрос мне задать. Вы сейчас можете сказать мне что-то. Сказать, Марина, ты не давай. Или наоборот расскажи вот это. То есть вы можете руководить то, что сейчас происходит. Если вы смотрите запись, то вы можете перемотать, и теряется вообще весь смысл записи. Да? Вы начали смотреть. Ну, я попадаешь, посмотрю, что она тут попала говорить. Меня перемотать не может, и я вам выдам все, что я хочу. Понимаете? То есть онлайн – это значительно темнее. Обучение. Книжки обязательно почитать. Три книжки, которые «10 уроков на салфетках», «Стремись услышать», «Нет». И, Дима, какая книжка? Слухой. Что ты всегда даешь? Нет. Какой еще? «10 уроков на салфетках», «Стремись услышать», «Нет». И самый… Ну, нет. Какой-то Кристинке давал читать. Все, представлял. Похуй, Кристинка. Сейчас Димка вспомнит. Я тоже забыла название. Может, тут напишет. Димка рекламировал книжку. Какую всю жизнь? А, это «Большой Л»? «Большой Л» раскрывает свои секреты. Вот. Три книжки, которые… Азбука. То есть если вы азбуку не знаете, буквы не знаете, то дальше все смысл. Да? Второе. Организация личного товарооборота. То есть это мы делаем на свой номер, делаем 150 баллов. Учимся делать 150 баллов. У кого-то сразу получается, у кого-то не сразу получается. Я никогда таких слов не говорила, но вчера я услышала, как говорит девушка, которая за год сделала бриллиант. Если она так говорит, и за год у нее получился такой результат, я беру ее слова и начинаю тоже транслировать. Она говорит так. Если мне человек говорит, я не могу организовать это до 50 баллов. Я ей говорю, как ты организуешь товарооборот? 2 миллиона? И она говорит, и мне на это все говорят, все понял, сейчас все сделаем, да? То есть организация личного товарооборота. И организация рекрутирования, смотрите, что такое рекрутирование? Давайте с вами прям четко проговорим вот это. Рекрутирование – это сбор персонала для вашего интернет-магазина. Вы подбираете людей, которые будут управлять вашими филиалами. Вы берете людей, ищите их через… В интернете, не в интернете. Вы ищите людей, на которых вы будете потом возлагать ваш бизнес. Вопрос. Все ли люди вам подойдут? Напишите, пожалуйста. Все ли люди вам подойдут? Вы начали приглашать людей. Все ли люди вам подойдут вот с таком? Какие люди вам нужны? Какие люди вам нужны? Вам какие люди нужны? У которых есть цель. Которые готовы обучаться. Которые работают много, да? Которые учатся и переучиваются. Не получается в Одноклассниках идут ВКонтакте. Не получается ВКонтакте учиться в Инстаграм. Не получается в Инстаграм работают со знакомыми, да? У них есть цель. Помните? Про тут все. И не важно, каким способом они любят. Вот такие вам люди нужны. Позитивные, понятно. И когда человек вам говорит, у меня плохой интернет, я не могу долго сидеть в интернете, и мне муж запрещает. А вы говорите, ну давай когда-нибудь, давай как-нибудь по-другому, ну давай выбери время. Может ли этот человек потом стать так, таким? Да. Может ли он стать таким, чтобы вы могли отвернуться, а он вот этим бизнесом управляет. Чтобы стать директором, надо товарооборот 200 тысяч создать. Чтобы товарооборот 200 тысяч создать, надо 200 человек пригласить. Даже плюс со спонсором пригласить. Понятное дело. Но этот человек должен управлять. Может любой научиться? Может. Вот может каждый. 16-летние есть, 15-летние есть, золотые директора. Каждый может научиться. Система такая, что вот сегодня, например, Катя с Мариной вебинарке, да? А Вики спонсора нет, но система дает такую возможность обучаться всем. Можно пойти погулять с ребенком, можно лечь в больницу. Система вырастет. Но! Но! В итоге эту систему нужно будет взять. Да? Да. То есть решить свои проблемы. Можно. Я, знаете, слушала историю директора. Она бросила мужа, сменила город, сменила интернет и вышла на директора. Потому что муж был алкоголик, работы не было. И она все сделала. То есть у нее была цель. Вот. По-моему, сейчас она золотой директора. В общем-то, в принципе, да, Люда. Если никак, то либо смирись, либо переделай. Ну да, это действительно так. Итак, и вот смотрите, только в потоке рекрутинга вы можете найти таких людей. Есть такой, знаете, про картошку, да, то есть конвейер с картошкой. Ты сидишь и берешь картошку и смотришь, хорош она или нет, а конвейеры идут. Ты берешь, смотришь картошку, хорош она или нет, а конвейеры и выбираешь себе хорошую. Если ты долго будешь разглядывать эту картошку, то мимо хорошие пройдут, понимаете? То есть быстро посмотрел, не та выкинул, посмотрел, не та выкинул, посмотрел, не та выкинул. О, хорошенькая, себе. Опять, перебирать надо много-много-много-много людей, чтобы хорошеньких складывать в себе. Понимаете? Если ты будешь долго на человека обращать внимание, если ты будешь... Ты ему должен систему показать, под него людей зарегистрировать, да? Как включить новичка в работу? Зарегистрировав под него 10 человек, он скажет, ничего себе ты какой молодец, да? Вот как зарегистрировать, мы с вами еще об этом поговорим, да? Итак, что делают у нас? У нас функционал разный, 0,6%, старший менеджер, директор, да, и так далее. Карьерная лестница, посмотрите. Выбрали вы для себя уже, вот здесь вот какую-нибудь ступенечку. Смотрите, директор 1000 долларов, старший директор 1500 долларов, сапировый, бриллиантовый. В основном люди смотрят только на денежки. А надо смотреть на количество людей, которым мы поможем. То есть, если ты хочешь за 60 тысяч зарабатывать, ты двоим-то помоги стать директором, да? Не тяни, а тем, кто хочет, помоги. Зачем ты будешь тянуть и писать тому, кто не хочет? Зачем? У тебя конвейер с картошкой, он все время идет, все время. Ты перевели, 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 да найди себе, кого надо, да? Без парила, не париться, да? Не расстраиваться, никогда не думать, что я что-то не так говорю. Вот запомните раз навсегда, сейчас говорю специально для новичков. Вы уже молодцы, что вы здесь. Значит, вы уже молодцы. Не надо себя там не ругать, не говорить, что я там что-то не так делаю, или там что. Вы уже все делаете неправильно, потому что вы тут. Все, которые сюда придут, тоже молодцы. Все, которые мимо пройдут, ну, это их жизнь, может быть, источники дохода хорошие. Я всегда счастлива за людей, которые источники дохода хорошие. Или там их мама с папой содержат, например, тоже замечательно, да? У каждого в своей жизни все молодцы. А тот, кто с нами, тот супер молодец, да? Вот и все. Вот и все. Вы уже молодцы. И делайте, и все. Вот ребенок, да, вот, например, он учится ходить с ним. Он упал и говорит, мам, я, может, не с той ноги встал. А мама говорит, да? Ходи. Он опять шлеп, он опять шлеп, он опять шлеп, и опять шлеп, да? Ну, Галя, да, но только не все это понимают. Что источник может исчезнуть в один миг, и не все это понимают. И что муж, должность нанимаемая, сегодня твой, завтра твой, да? И что мама с папой может что-то случиться с ними, да? И что, не знаю, там, с работы могут уволить с хорошей, да? Только не все это понимают. Ну, пусть их, понимаете, тоже один лидер, очень хороший, я говорила, очень высокая. Она говорила, не наша цель переубеждать людей. Жизнь их заставит, чтобы они пришли к нам. Пусть их жизнь бьет, пусть их жизнь учит, пусть их жизнь что-то там корректирует, да? Чтобы они потом вспомнили про нас и сказали, все лучше. Паша, пора, да? Не наша задача. Главное, чтобы знали информацию. Я почему говорю, что надо с новичков начинать. Пригласили 50 человек, все отказались. Замечательно. Год пашем, пашем, через год все 50 пришли, вы в один день директора. Понимаете? Не вы пригласите, я приглашу. Выбрали для себя ступенечку, поехали. Да? Итак, что делает у нас новичок, который пришел, который еще не менеджер? Он обучается один час в день. Онлайн, офлайн, книжки читает, на вебинары ходит. Самое крутое, конечно, быть на такой вебинаре. Читать книжку тоже хорошо. Почему? Потому что, когда я говорю вам, вот я прочитала книжку «10 уроков на золотистом», и я вам скажу, что там написано то-то, то-то. Вы прочитаете эту книжку, вы возьмете что-то. Я проводила эксперимент, я посмотрела фильм и дала всем задание его посмотреть. И говорю, посмотри, вот он прям про сетевой. Стала опрашивать совсем другое. То есть я одно поняла, другое, другое, третье, третье, четвертое, четвертое я поняла. То есть каждый понял свое. Поэтому первоисточник нужен. Так книжка. Вы должны книжки. Планерки вот такие посещать. Для чего? Первое, чтобы зарядиться мотивацией на неделю. Кто со мной согласен, ставьте плюсик. После вот такой планерки ты бежишь работать. За неделю ты уйдешь, за неделю у тебя столько негатива. Все говорят, тебе нет, особенно на печатке, когда еще зарплаты нет, да, когда еще все ужасно, да. Посетил вебинар, от спонсора зарядился энергией, попер, да, на неделю хватало. Бизнес, литература, мероприятия, какие есть в вашем городе, все посещайте, да. И читайте рабочие чаты. Каждый день перолистывайте их, каждый день заходите в интернет, каждый день читайте. Для чего? Для того, чтобы быть в потоке. Если вы 3-4 дня не заходили в интернет, вы зашли в чат, там 154 сообщения. Вам проще прокрутить, и вы не в курсе всех событий. Понимаете? Раз в день это обязанность. Вы, например, врач, вы приходите, у вас обязанность. У вас там 10 людей, которых вы курируете, у вас там кто-то, у вас обязанность. На институте такой уроков, и столько-то, столько-то. Вы бухгалтер, у вас обязанность отчет сдать в такое-то время, то-то, то-то. В 10-ти век у вас обязанность заходить в чат каждый день и читать этот чат. Сохранять полезную информацию для себя. Завтра у вас появятся новички. И вы должны им дать ссылочку на стартовую программу. И если ее в чате выкинули, вы подумали, ага, вот она ссылочка. Сейчас я ей правую сам. Сохранять себе. Создать чатик. Бумажку можно с ссылками. Вконтакте самому селик можно. Блокнот заносить. В скайпе. Вот, на самом деле она в скайпе сыну пишет все время. Все ссылки она в скайпе сыну пишет. Кто как. Ну вы мама, у которой завтра родит ребенка. Должны ему что-то давать этому ребенку. Как вас видят, вы должны видеть. Не будете сами знать информацию, кому детей отдадите. Всегда говорят, что в доме плохо, лучше родная мать. Конечно, могу и я их воспитать. Но как я их воспитаю? Обучение. Поставили единичку с обучением, понятно. Час, день вы выделяете, не больше. Либо это вебинар, либо это чтение книжки, либо это... Ну, чат рабочий, это, конечно же, каждый день, но на это много времени не надо. Буквально 5-7 минут, а то и 3 минуты хватает. Да, единичку жду от вас, что про обучение мы с вами проговорили. Второе. Саня, привет. Второе, что должен делать консультант от 0,6%, это организовывать личный товарооборот. Кому-то это... Так, меня не слышно. Жду единички. Ага, пошли. Второе, это организация. У кого-то с этим проблем нет. Есть. У кого-то с этим проблем нет. Я вам открою один секрет, девочки мои. Что у каждого человека есть хотя бы один талант. Человек приходит, он либо хорошо приглашает людей, и у него личный товарооборот страдает. Ну, плохо у него получается ЛТО делать, да, 150 баллов. Либо у него супер, получается делать ЛТО, а с рекрустом. Понимаете? Но один талант у вас точно есть. Вот запомните, один талант есть. Либо вы умеете делать 150 баллов, изначально прям вот раз, у вас легко получится. Либо вы умеете легко приглашать ребёнок. Второму таланту вам придется научиться. Второму придется научиться. Всё. То есть у кого с рекрутированием хорошо, значит учимся организовывать личный товарооборот. Для меня личный товарооборот это горе. То есть если бы мне муж не помогал его с первого дня организовывать, то есть он продавал, да, то не знаю. Горе. Поэтому я стала врубовывать всякие методы. Яна Терецки своей, вот девочке, которая ногти мне передала, каталог, говорю, на каталог, всё, что закажут у тебя, всё твоё, всё. Николька, ты кому-нибудь покажи, вместо меня я не буду этого делать, да. Зарегистрировала девочку. Она говорит, я не хочу, я не хочу ничего, мне только тушь надо. Я говорю, я на себя буду тушки дать, хорошо, всё. И таких у меня много, да. Говорю девочке другой, она говорит, я не буду регистрироваться, я не хочу, ты отбори от меня, я не хочу регистрироваться. Я говорю, а каталог, а подружки показать? Она говорит, ну вот каталог, подружки, по своей цене собрать, ни я не заработаю, ни ты не заработаешь. Всем всё по своей цене отдам, по своей работе. Это я могу, так тебя устроят. Я говорю, пожалуйста, ради бога, да. Всё, таким образом я организую завар оборудоваться. У нас есть Дима, он рассказывает, как красиво показывается, как продавать, как делать всякие там эти таблички, чтобы люди заказывали, чтобы считать, что заказал. Он делает всё по 700 баллов, да. То есть хотите у меня, учитесь, как я делаю личный товарооборот, то есть всем по своей цене и всё, да, все счастливы, я довольна. Хотите, учитесь людям и красиво продавать, но 50 баллов делать надо. Если вы расскажете своему новичку, вот как я сейчас вам рассказываю, да, и он скажет, ну она смогла, она дурочка ничего не умела, я что же, да? То есть, ну я скажу вам так, я никогда никому не поверю, я это уже говорю очень давно, всё, что без, всё-таки заказалов, всё делать нереально. Никогда никому не поверю, потому что, я вам честно скажу, я пробовала собирать заказ через себя, потому что я обучаю людей, а то, что я обучаю, я должна делать сама. И я пошла, я взяла каталог, пошла по магазинам в нашей клинике. Я раздавала детей в каталогах, собирала с заказами, всё, 50 баллов у меня получалось. Дальше я пошла, я взяла у сына, у мужа, они закупают продукцию, он продает, то есть они любят это делать, да? Я взяла духи, поехала, когда я училась, поставила с духами, девочки понюхали, у меня купили прям духи. То есть я умею показывать, я умею продавать сумки, грубо говоря, да? И я умею делать совместные закупки. Возможно, любой вариант. Поэтому тот, кто мне сейчас скажет, что 150 рублей делать, это нереально, я никому не поверю. Некомфортно может быть, неприятно может быть. Есть люди, которые любят это делать, есть люди, которые не любят это делать. Вот я не люблю, да? Ну, а сейчас я делаю 50 баллов wellness, витамины, краску для волос сейчас 10 штук возьму, а 10 себе, 10 маме точно в этом каталоге, 150 баллов не вопрос. Про 150 баллов поговорили, есть вопросы? Задавайте, нет, ставьте дурочки и пойдем дальше. Есть вопросы? Задавайте, нет, ставьте дурочки и пойдем дальше. Самый глупый вопрос не задавайте, вопросы задавайте. И последнее, то, что нужно делать, это организовать рефрендент, одна рега в день. Не сразу получится. То есть, смотрите, еще раз вот возвращаемся к полетику, да? То есть, мы ставим себе цель, вот, чтоб случилось, одна рега в день. Мы делаем все. Мы пишем знакомым, не знаем, на интернете нет. В интернете мы делаем все. У нас не получится. У нас нет реги одной в день. У нас есть одна в месяц, но она есть. Если мы не будем себе ставить одну регу в день, мы и в год одной не получим. То есть, у нас есть какой-то эталон, к которому мы стремимся. А потом у вас будет получаться две реги в день, три реги в день, четыре реги в день. Потому что пойдет наличный бренд. Понимаете? Итак, для того, чтобы у вас пошла одна рега в день, нужно научиться проводить эту 20-ю бизнес. Вы должны, встретили подружку и нарисовали, смотри, вот я хочу быть директором, вот смотри, вот это вот я кружочек, да? Вот это вот ты. Вот смотри, я сейчас тебя регистрирую, потом под тебя регистрирую, потом ты под себя регистрирую, потом я, потом ты. Мы вместе создаем товарооборот 200 тысяч, да? Ты выходишь на директора. Значит, я скажу ваш директор, значит, тебе тысячу долларов, мне полторы. То есть, твоя задача 10, пригласить моя задача 10, из них найдутся по одному. Вы должны научиться рассказывать презентацию бизнеса на бумажке, чтобы соседке, подружке, не знаю где угодно, на балконе, в туалете, рассказать эту презентацию. У нас для этого подготовлено. У нас есть слайд-презентация, она называется «Менеджерская с подстрочниками». и она есть в вебинарной комнате. Нужно вам будет самостоятельно запросить ее у своего человека, который вас обучает, чтобы он вам дал вот презентацию, вы ее будете там подстрочить, да? И ночью разбудить, рассказывай, и вы должны ее рассказать. Вот тогда ваш бизнес попривет. Как стихотворение, вот тогда ваш бизнес попривет. Вы сами поймете и начнете транслировать эту информацию. Человек, вот смотрите, сейчас еще такой пример. Кто такой директор? Да? Директор – это полный стакан с водой. Вот если половина стакана, это значит еще не директор. А вода – это информация. То есть человек должен наполниться. Вот кто-то приходит в бизнес готовым стаканом, и сразу становится быстро очень директором. Кто-то приходит в бизнес вообще нулёк, и он ничего не знает, он может за месяц стать директором? Нет. Ему вон сколько наполнить надо информации, мотивации, и все на свете, да? То есть вот он должен наполниться. Только наполнился, он не может себе вкранить, он начинает выплескивать, выпляскивать на людей. Вот как только вы наполнитесь информацией, вы начнете ее, хотите, не хотите, она вас попривет в разные стороны, вы начнете ее рассказывать. Вы не все держать в себе, да? Вы начните рассказывать, вы начните рассказывать, пойдет рубрика. Научиться проводить собеседование, для этого слушайте спонсора. Десять раз приведите вашего знакомого. Нас развод к спонсору, он проговорит, вы послушайте. За десять раз не было такого, чтобы десять раз человек не прослушал, и не начал сам транслировать. Достаточно, может пить и достаточно. Закрытого спонсора научиться выводить. Была у меня ситуация с новичком, я говорю, зови людей. Она говорит, никто не идет. Я говорю, ты как говоришь? Она говорит, пойдемте в аритомию. Я говорю, не надо говорить, пойдемте в аритомию. Нужно научиться выводить на аритомию. А ты должна так... Как я буду врать? Вот врать не надо. Вот я рассказывала с первого дня сама. У меня было миллион отказов. У меня все знакомы. Я с шарами вот такими, когда узнала презентацию, я побежала рассказывать. Но у меня хватило сил, чтобы вот это пройти, и не упасть от этих отказов, то есть не сломаться. То есть у меня вот эта мотивация сходить в одну и туристику была такая сильная, что не хочет было, что мне любят отказов. Не факт, что каждый человек, который приходит в бизнес, сон такой. Так вот мы готовы помогать, мы спонсоры готовы помогать. Только научитесь закрыто приглашать ко мне на информацию, к вашему спонсору на информацию, чтобы тот же позвонил, сказал, алло, здравствуйте, да? И все. Десять раз послушали, вы уже тоже сможете рассказать. Главное... Главное делать. Да? Так у меня девочка и не научилась. То есть она... Я ей говорю одно, а она говорит, а я вот разговаривала, а я сказала, что... Они у меня спрашивают, я рассказываю. ты можешь сказать, что? Я ничего не знаю. Марина позвонит, все расскажет. Ну как не знаю, я же знаю, но ты бы знала, была бы золотой директором, правда? Наверное, спонсор хочет, чтобы ты вышла на какое-то новое уроки. Наверное, спонсор. Поэтому готов тебе помогать. И список знакомых это самый главный, самый важный инструмент, потому как пока вы будете писать список, даже если вы их никогда не пригласите, их пригласят ваши люди. У меня... Я написала список знакомых, и там были девочки с моего класса, которых я никак бы сама не купила. Но они попали ко мне в команду, потому что я пригласила людей, те пригласили людей, а те уже пригласили, вот... и они все равно в моей команде. Все, что написано пером, не вырыбишь топором. Организация одного человека в день рекрутинга. Составьте плюсики, ой, троечки, либо задайте вопрос. Рекрутирование. На теплом рынке, если вы работаете, это работа. Это работа. Нельзя так, что... Вот я троих пригласила, и все, что происходит. Теперь все другие. Ставьте себе цель. Пять контактов в день, найди, где хочешь. Всомни кого-нибудь... Это работа. Понимаете? Сиди вспоминай, с кем учился, с кем занялся. Вот все сиди вспоминай, да? Возь... Найди пять контактов в день. Дай спонсору этих пять телефон. Это работа. Если холодный рынок, десять страниц не меньше. Так, меня не слышно? Я пропала, меня не слышно? Десять страниц в день. Ни три, ни пять, ни семь, ни восемь. Почему? Сейчас объясню. Если вы едете на велосипеде, вам нужна определенная скорость. Если скорость меньше, вы упадете. Вот то же самое работа на холодном рынке в Одноклассниках, к примеру. Если вот десять страниц, это та скорость, с которой нужно ехать. Если меньше, то вы упадете. Еще есть, знаете, вот палочкой вот так вот трут, огонь вызывают. Если вот так вот тереть, огонь лезет. Нет. Надо определенную скорость. Скорость определенная, тогда появится огонь. Скорость меньше огня не появится. Хоть ты семь лет крути эту палочку. Семь лет крути, огня не появится. Надо быстро крутить. Быстро. Определенное количество. Три секунды. Ну, быстро. Так вот, десять страниц, это как раз то, когда загорается страниц. Меньше не загорится. Понятно? Зачем десять страниц? Еще их надо отрабатывать, если холодный. Спасибо. Минимум, что нужно, должен делать новичок от миллиардов си процентов. Первое. Понять, что здесь он будет зарабатывать семьдесят тысяч. Полный. Теперь. Презентация бизнеса посмотрел несколько раз несколько стикеров. Это может быть Ирина Волкова, это может быть Алексей Севрук, это может быть Эдуард Васильев, это может быть Эдуард Васильев, Владимир Полежаев, это может быть Арбина Хатитлзина. То есть, я говорю про исполнительных директоров, про президентов. То есть, людей, которые огромного масштаба. То есть, они дают огромное понимание, космоса дают понимание. Да, не просто вот штаны, а зачем, непонятно. А вот именно вот само понимание космоса дают. Несколько стикеров посмотрели. Успешность прошли. Понимаете, что нужно делать. Три действия. Понимаете, что нужно делать. Бизнес-трафарет книжку прочитали. Маркетинг-план посмотрели. У нас есть запись на моем канале. Моя, они, герои, антария, маркетинг-план. Есть Дима рассказывает, дружок, маркетинг-план. Есть Эдуард Васильев рассказывает, маркетинг-план. Посмотрите, чтобы вы понимали, сколько людей вам нужно пригласить, сколько денег в бизнес-план. Рекрутинг. Рекрутинг. Несколько видов. Теплый, холодный. Я не знаю, на каком у вас лучше получится. Мне на холодном лучше получается, не на теплом. Новичков в этом рынке работают, потому что мне проще с их теплым рынком работать, и я там из бульта. я точно знаю, что я вам люблю. И работа с возражениями. Сейчас очень интересный вебинар нашла, называется «Работа с возражениями Шахаев рассказывает». Что же у меня на канале есть? Вообще на YouTube зайдите, напишите «Рызову Марину» и поспешите на мой канал. Там есть плейлист с инструкциями, там есть плейлист с презентацией, там есть плейлист работа на «Как сделать на тёплом рынке», там есть плейлист работа на тёплом рынке, на холодном рынке, там есть про wellness целый плейлист, там есть плейлист называется «На личку двигатель». Вы заходите, там всё, и как делать заказы, до мотивации, всё, Зашли на YouTube и стали «Рызову Марину», и вы попадёте на мой канал. В принципе, всё. Вот это вот всё, что нужно делать от нуля до шести. Давайте как нам расти. Знаете, маркетинг клан 3% стоит за 150 баллов. 150 баллов это сам лично сделал, условно, 3% тебе уже аплодируют, ты уже огромный молодец, тебя уже поздравляют, тебе уже открытку сделали, у тебя уже зарплата есть, у тебя уже есть, что показать. Как выйти на 6%? У нас есть конвейер с картошкой, он идёт, мы смотрим и находим два человека, которые, как мы, которые тоже включатся на 150 баллов. Все остальные идут летом. Они нам не нужны. Те, кто ноет, те, кто... Ну, ныть, это по-разному. Можно душить спонсора вопросами, это обязательно. Вот каждый день 24 вопроса задавать спонсору, это обязательно. А ныть это другое. Да? Ну, понимаете, в чём разница? Нашли два вот этих вот своих, они сделали по 150 баллов, все, вы вышли на 6%, все, вы вышли на 6%, два по 150 и выйти на 150, 450. Как выйти на 9? Научить вот этих двоих пояснить им, что не надо хвататься за каждого, что нужно вот этот кормитель с картошкой перебить и найти 22 в себе. Они вышли на 6%, или на 9%. Им хорошо, вам хорошо. Чтоб перебрать 10 человек в первую сервировал в спонсорскую ветку, ты как раз один-то у тебя и попался в такой нормальный ветку, а ты уже во вторую ветку начал регистрировать, первую, 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 вторую, вторую, во второй нашёлся такой, за каталог это можно и первую предъявить, хорошую. Из 20 человек зарегистрированных два найдётся. 20 человек это одна регистрация в день, к чему мы стремимся? Чтобы зарегистрировать 20 человек 10 страниц за стёклой листом, конец, меньше будем сидеть целый год, будем расти мучительно, но больно. Можно ждать, когда вырастет вас спонсор. Можно спонсор вырастет, если он не откажется работать, сам не дуется, и тогда всё будет хорошо. Но, нужен ли вам этот результат через 8 лет, когда спонсор вас будет? Может, проще самой взяться и быстренько этот результат, но надо две ветки. Одну вы со спонсором растите, вторую растите вы. Если у вас будет только одна ветка, ваш допустимент, даже на уровне 20% будет 2000, вам всё равно нужно вторую ветку доделать, поэтому проще сразу же сделать и получать вашей доход сразу. Две ветки надо сразу, чтобы две ветки в первую сразу 10 зарегистрировал, вторую начинал. За каталог это проделал двух людей нашли. Они это проделали за следующий каталог, они двух людей нашли. А ваша задача им помогать и третье вести. А на 9% рассказала обучить смотрительность действия. Научился сам вообще другого, который пришёл. Он же не умеет, он же не кто научит. Кто его научит, если не вы? Он ничего не умеет, он не знает. А потом его нужно научить, чтобы он своё научил. Три поколения. давайте про менеджеров тоже поговорим быстренько. Бог. Как выйти на мой чайц и он и мечтал. Делегировать, да? Делегирование это доверие. Я доверяю своему новичку, что он качественно расскажет информацию. Что он пригласит на вебинар. То есть смотрите, я не сама приглашаю на вебинар, а я своему говорю. ты своего позови на вебинар. Позови. Да? То есть у нас сегодня как Катюша попала на вебинар? Ей Марина. Девочки, правильно? То есть я Марине говорю, Катюш позови. Делегирование. Я доверяю Марине, я верю, что она молодец. Я знаю, что она молодец. А Катюша сделает точно так же. У меня девочка появится. Марина и скажет, Катюша, ты свою дозови. Работы мало получается. Я только с Мариной. Марина только с Катюшей. Катюша только со своей. Работы мало, результаты умные получаются. Да? Сумно. Активное участие. Вот, девочки, самое важное, самое главное тоже это быть активным. Добавить памяти новичка. Пишите приемлемо в самой лучшей команде. Не потому, что мы очень рады новичку. Может быть, он даже не в вашей команде добавился. А потому, что если вы будете делать так, то и ваш будет делать точно так же. Он будет, спонсор написал, он думает, о, и я напишу, мне что, что ли, привет написать, помахать рукой, да? То, что делаете, у нас обезьянный бизнес, то, что делаете вы, ваш новичок, только хуже, помните, ваш новичок делает, только чуть хуже, чем вы, не лучше вас. Понимаете? То есть всегда говорят, если вы движете, команда идет, если вы идете, команда стоит, если вы стоите, команда бежит. Да? То есть, всегда пример. Планерки собеседования, ну, это менеджер уже проводит, да, то есть обязательно мотивация, да, обучение для команды уже менеджер проводит, организует одну регуру, день, то есть смотрите, может вот новичок как, он должен к соферу поставлять, поставлять, поставлять людей, да, менеджер как, организует, ты мне поставляй, ты поставляй, ты поставляй, ты поставляй, ты поставляй, для тебя вы... Организовал, молодец, даже можете сам не однофтом получку не возьму, только пособеседовать, dar a new site или по телефону. И личный бренд, пишем, Таня, молодец у меня, сегодня пришла Лена, Оксана лучше всех, Да, то есть развиваем свою команду, люди смотрят и говорят, почему-то видишь, у нее на сучечке кто одного хвалит, кто другого, как хорошо бы меня кто похвалил, пойду к ней в команду, меня тоже будут хвалить, на работе никогда не хвалили, тут хвалить будет, и пошел к вам в команду, да. И я вот первая жизнь в Канде собрались трое, сказали, что все единственное, давайте все espärим, давайте, давайте, все по-прежнему зарегистрировали. Одному тяжело, пошел он там проснулся, думать ой, надо, ой, сил нет, ой, сейчас опишут, ой, сейчас ужасно, ой, сейчас все. Втроем собрались, долбанем, долбанем, вечером отчитаемся, отчитаемся, вечером собрались, я у меня ареян, у меня ареян. И я сейчас пойду, у меня еще пока реги нет, ложитесь спать, я делаю, как так у вас есть, а у меня нету, да? Команда. Ну, а менеджер 12, это как? Это девяток? Вот смотри, менеджер 12, это две девятки. Две девятки, это по две шестерки. По две шестерки, это здесь троечки. Да? А все-то рекрустируют вниз. И выгодят, а давай вот самую нижнюю Таню сейчас на день выведем. А давай, сейчас ей как на регаем, и она у нас менеджер, допустим, Таня. Раз, Таню, она менеджер, а лучше стоящий, ты не директора уже вышел. Расклицательные знаки поставьте, чтобы понятно. Что такое командный дух, командный бизнес? Можно ждать, что спонсор вам зарегистрил. Можно, можно. Но лучше стать спонсором и создать вот этот вот поток, да? Ну, менеджерам понятно. Вот меня спонсор учил так. Чтобы выйти в тебе на 6, в ВУЗ зарегистрировал. Чтобы тебе выйти на 9, помоги выйти на 6. Чтобы тебе выйти на 12, помоги выйти на 9. Чтобы тебе выйти на 15, на 12 помоги, да? Создать автономную бизнес, собственно, лучевой командой. Один в поле него – это однозначно. То, что 80% будут потребителями, а сколько 20 бизнес-партнерами – это однозначно. То есть, смотрите, тупо егаем 100 человек. И как бы вы их не зарегистрировали, они у вас поделятся на 80% – это будут потребители, 20% – это будут бизнес-партнеры. Хоть как вы зарегистрировали, хоть на бизнес, хоть как. Понимаете? То есть люди сами себя оценивают. Все лидерами быть не могут. Итак, давайте критерий кристалл-партнера посмотрим. Ключевой партнер всегда на связи. У нас сейчас WhatsApp, Viber, Telegram, Одноклассники и так далее. Я просто скажу, сейчас мы плотно работаем стикой. И когда бы я написала ей «дрэн», тут же получаю ответ. Она мне «дрэн», тут же получает ответ. То, что мы по WhatsApp. По WhatsApp всегда там, пожалуйста, на расстоянии вытянутой руки. Да? Пожалуйста. Всегда. Вот мне нужно информацию, если быстро сказать человеку. Если я написала WhatsApp, если я не вижу ответа через одну минуту, я беру телефон, набираю на кнопочки и говорю «Привет, я тебе там написала, ты мне не отвечаешь». Поэтому все мои партнеры знают, что я позвоню. Понимаете? То есть если мне надо, я сразу позвоню. От своих бизнес-партнеров я требую точно так же. Не надо мне одноклассников и полдня ждать, когда я отвечу. Я могу и не подойти к одноклассникам. Или я могу на других страничках работать два часа, на эту не заглядывать. Вот зазвонил телефон, я трубочку взяла. Алло, здравствуйте. Я это всегда делаю. То есть если я не взяла, значит я перезвоню через одну минуту. Вот у меня так. Я всех так приучаю, да, и хочу, чтобы 24 часа в сутки на связи. Да. Ну, вам не будут звонить два часа ночи, да. Но если вам звонят, если вам пишут, значит надо. Значит надо. Спонсору вы нужны, если вам спонсор. Новичку вы нужны. Представьте, новичок пришел, он загорелся, ему задали какой-то вопрос. Он трясется счастлив, что сейчас вот он спросит у спонсора и сказал ответит. Написал спонсору, спонсора нет, час два, три, четыре. А тот он уже говорил, вот я же тебе говорила, фигня какая. А ты еще в Акции СДС. Для этого у нас есть чаты. Для того, чтобы мы погрузили новичка в чат, и чтобы могли не только вы ответить, командой делается бизнес, а еще и вашей вышестоящей. Увидели вопрос в чате, не сидите, не ждите, ваш новичок, не ваш новичок, ответьте, если вы знаете вопрос. Напишите, Танечка, подожди, сейчас я Марине позвоню, Тане, Свете, Оле, Линде, Наташе, и она тебе обязательно ответит, не теряйся, сейчас, моя хорошая, сейчас тебе ответят, подожди, если вы видите, что новичок там вопрос. А ответа нет. Вы лидер, помогите. Вот. Рекрутируем цель одна рега, цель одна рега, цель. Я вам по себе скажу, наверное, в гол у меня не получалось. Так что ты прям одна рега где, ты даже, наверное, два будет больше. Но рост есть в любом случае. Не будете делать, не будете стремиться, рост не будет. Организует ЛТО, плюс вырос в гол у нас. Мы бьем всегда. У меня во всем везде натыкан голос. И даже, наверное, вот здесь. Вот. Пожалуйста, да, сейчас с тобой лежит. То есть у меня посетить надо обязательно. Обучается. Информацию ловит везде. Вот. Ключевой партнер вложит информацию везде. У своих, у чужих, у всех. Да. Позитивность всегда настроена. Видели бизнесменов негативных. То есть они встречаются такие, ну, допустим, фильм идет, они встречаются такие. И все такие, фиры такие. У тебя как? Ой, у меня вообще фигня. Ой, а у меня еще хуже, да. Все. Вот это вообще. Или они говорят. Классно. Все супер. У тебя как? У меня супер. А у тебя? А у меня еще в два раза лучше. Даже если что-то там как-то. А бизнес всегда идет вот так вот. А у бизнеса, который шел в эту пору. Бизнес вот так вот всегда развивается. Отлично. И еще вот так вот закручивается. И вот так вот, да. Но все на позитив. Всегда. Потому что позитив притягивает. Всегда говорю. Прежде чем ляпнуть, что у вас плохо, помните, что это будет огненными буквами написано на небе, и Бог это и сон. Это про реклам, про работу, про семью, про здоровье, про все. Это я вам уже как психолог говорю. Прежде чем ляпнуть, что плохо, помните огненными буквами на небе, и Бог и сон. Ищет возможности бизнес-партнер, а не причинит. Не получается так, буду так. Не получается сяк, буду сяк. Как-нибудь да будет. И я всегда говорю, если вы рекрутируете, вам Бог даст в любом случае не отсюда, так отсюда. Вы на одноклассниках работаете, а вам подружка пришла в гости, и вы ее зарегистрировали. Откройтесь миру, примите, вот она регистрация. То есть не говорите, вот я отработала в одноклассниках, и ничего мне не требуется. Да у тебя же подружка зарегистрировалась. Это фигня, это подружка. А я же в одноклассниках работала. У меня же с одноклассников нету и ничего. Неправда. То есть откройтесь миру, вам нужна одна регистрация. Если она не пришла с одноклассников, она придет от подружки. Если она не пришла с одноклассников, то вам, как мне сейчас девочка пришла по рекомендации вообще. То есть как-то это случится. Откройтесь и принимайте все. Будьте благодарными за любовь. Вот как пришел человек, так и слава тебе будет. Плюсики поставьте, слышите ли вы меня. Быть позитивным, открытым. Вот сейчас прослушали вебинары, думаете, спасибо Господи, что дал такой вебинар послушать, теперь я знаю, что смогу делать. Вот принимайте все с удовольствием. И ключевой партнер нацелен на результат. У меня одна девочка была, я не знала, что это не ключевой партнер. Я думала, она мне, знаете, как сказала. Она сказала, я сейчас в декрете, у меня есть 4 месяца. Я сейчас поработаю 4 месяца. Если у меня не получится ничего, я выхожу на работу, я бросаю. За 4 месяца я усею на 15% и она бросила. Я ей сказала, да, давай. Мне нужно было отказаться от нее в первые секунды. Потому что директора это столько. Я не знала, сколько она. Вот такая она, вот половина наполнена у нее, целая она. Я не могу дать гарантии, что на 4 месяца она бы вышла на результат. Я-то очень хотела. А у нее-то мозг не наполнен. Может ей 2 года нужно было идти до директорства. То есть человек должен вам сказать, я в любом случае хочу быть директором. Через месяц, через 2, за другой возможности, чтобы мой ребенок съездил в Париж, чтобы мне купить, там оплатить квартиру, чтобы мне кушать нормальную еду и не считать статейки. У меня другой возможности. Поэтому если не получится за месяц, значит за 2. Не за 2, значит за 3, не за 3, значит за 5. Я понимаю, что я стакан. И как только я наполнюсь, я стану директором. Я буду делать все, чтобы это было. Вот такие люди, это бизнес-потворот. Если человек вам ставит условия, вот мне она поставила условия, я работаю, сколько декрет, и я повелась на это. Я потратила полгода, который бросил. И оставил меня у разбитого корыта. Не ведитесь. Ну и конечно же выполняет функционал менеджера. То есть если человек вам звонит и говорит, у меня не получается, проверяем. В странице обходишь, сопровождаешь, запускаешь, 150 баллов делаешь, книжки каждый день читаешь. Не было таких случаев, чтобы человек все делал и не было результатов. Не было таких случаев. Был таких случаев, когда человек зарегистрировался и говорил, я сейчас посижу посмотрю, через полгода говорю, ну нету результата. Нету результата. Это как спортом заниматься. То есть вы решили сегодня худеть. Решили заниматься спортом. Сегодня вам пошли на день рождения, сожрали торт. Завтра в воскресенье вы целый день провалялись, вы занимались спортом и жрали. Послезавтра пришла подружка, вы вообще пиво напились. Послезавтра еще раз что-то случилось. Неделя прошла, вы говорите, целую неделю спортом. Пытаюсь заниматься, что-то все туда растет и растет. Какая-то фигня спорта. Понятно, да? То есть себя проконтролировали, что делали и получили результата. Я про себя так говорю, я никогда не говорю, то что я не делаю. И так, соответственно, при сопровождении. Не все будут в бизнесе, это нормально. Работать с теми, кто готов остальных на скамейку запасных, они однозначно вернутся, потому что каким-то у всех получилось. Нет активных партнеров, идем рекрутируем. Всегда позитивный настрой. Если у вас нет бизнес-партнеров, у вас есть уже два. Смотрите, кто-то считает, что он один сейчас в бизнесе. Есть такие, кто считает, что он один в бизнесе? Вот кто считает, что у меня сейчас нет? Напишите «Я». Если у вас есть бизнес-партнеры, то включите. Если нет, то вы считаете «Я один сейчас». Напишите «Я». Все напишите либо плюсик, либо «Я». Плюсик, если есть у вас сейчас команда. И «Я», если вы один. Вы так считаете. Интернет ужасный. Долго ждать. Всех есть команда. Ага. Во, молодцы. Смотрите. Все равно расскажу свою мысль. Если человек считает, что он один, то у него уже двое. Он сам и его спонсор, который заинтересован в его успехе. Даже если спонсор сам еще не умеет регулировать, даже если спонсор зарегистрировался на один-три час раньше, кто заинтересован, он как может, так и помогает. Поставьте цель и не сдавайтесь, пока не достигнете. Сколько бы лет на это не ушло. Я надеюсь, что у вас уйдет до осени и уже директорство будет. Угу. Итак. Этапы развития лидерства в нашей команде. Все. Последний план. Научился сам. Научи другого. И научи другого обучать других, что умеет сам. Все. Все очень просто. Спасибо вам, что вы были. Скажите, пожалуйста, была ли вам полезная информация. Спасибо. Спасибо.